Инициатором появления аллеи космонавтов выступил председатель Союза садоводов Чувашской республики Юрий Соколов. Вместе с депутатом Новочебоксарского городского собрания депутатов Ольгой Петровой, исполняющей обязанности главы администрации города Ольга Чепрасовой и космонавтом-испытателем Юрием Гидзенко, они посадили первые пять елей на территории детской школы искусств. Хорошая мысль увековечить, добрую память о тех людях, которые позвали нас в космос. Это первый отряд космонавтов, это наши ветераны Юрий Алексеевич Гагарин. Герман Степанович Четов, Андриан Григорьевич Николаев и все остальные, по стопам которых мы пошли в космос. Для наших детей, для нашего поколения, для жителей города, чтобы могли чем гордиться, или во всяком случае знать о том, что есть ребята, которые летают в космос. Высокая переносимость пыльного и загазованного воздуха делает ель популярной в озеленении городских территорий. Среди всех хвойных растений ель отличается не только стройностью и красотой, но и нетребовательностью к условиям жизни. Она прекрасно чувствует себя на большой высоте, выдерживает сильные ветра и морозы. Как отметили официальные лица города, место посадки деревьев выбрали не случайно. Аллея между школой искусств и Центром развития творчества детей и юношества всегда многолюдна. Место красивое, здесь у нас детский городок, вы знаете. Я думаю, детям будет комфортно гулять среди этих деревьев. Это голубые ели, будет еще посадка туи. Ну и, конечно, наша задача не только посадить дерево, но и сохранить это дерево. Как призвал нас глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев. В послании было уделено большое внимание и году экологии в Российской Федерации, и как раз посадке деревьев, вот чем мы, собственно, и занимаемся. Поэтому приглашаю всех горожан тоже присоединиться к этой акции, сажать как можно больше деревьев и сохранять их. После того, как деревья были посажены, главный садовод Чуваши выразил надежду, что ели хорошо приживутся и будут радовать горожан на новой городской аллее. Елена Фирсова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.